Всем доброго, дамы и господа, с вами Гидеон, и мы продолжаем проходить Властелин колец, Голум. Выпустите его из клетки, он не должен сидеть там в одиночестве. Если ему станет лучше, мы, может быть, узнаем от него что-нибудь еще. Вы уверены? Ваш король прав, надежды на это очень мало. Но время от времени я готов поставить на ничтожный шанс. Он укусил меня за руку. Значит, будьте осторожнее. Да-да, отпустите нас. Мудрый старик, мы не должны быть одни. Мы всегда одни, прелесть, да, всегда одни. Голова седьмая. Как рыбка. Жди. Мы станем ждать, да, добрые эльфы. И куда бы мы пошли, да? А прелесть, и правда нашел Диегл? Не слушай злых колдунов, мой милый. Это был наш подарок на день рождения, это был подарок. И он наш, и мы не позволим им найти его. Все тарелки пусты, дорогая, дети снова стащили твои фрукты. Примет ли меня сегодня король? Зачем ты продолжаешь спрашивать меня об этом? Соскучилась по разочарованию, больше-то питаться нечем. И вот это и был весь дополнительный контент, за который надо было доплачивать. Вот эти два разговора на эльфийском. Веревок нет, видишь? Жестокие эльфсы позволили волшебнику сделать больно нашим глазкам, больно. Поэтому мы укусили доброго эльфа, но теперь Смегл будет хорошим. Поклянись, поклянись, что никогда не навредишь никому в этих чертогах. Да, да, мы клянемся, Смегл будет очень хорошим, добрый эльф и сами увидят. Да, уж увидим. Мы все видим. Слышишь шум моды? Это наша подземная река. Не подходи к ней, она прыгнет на тебя и утопит. И как мы потом будем с этим жить? Мы же слезами зайдем. Пойдем лучше поднимемся к садам, там куда приятнее. Так, нужно идти за эльфами. Наконец-то что-то красивое, господи, в этой игре. Просто невозможно. Мы выбрались из этого вонючего, подземного, черного, темного, металлического брат-дура. Больше половины игры этого ужаса. Я просто хочу уйти. Король не примет тебя ни сегодня, ни завтра, ни через сотню лет. Достаточно. Интересно, что с ее глазами? Почему они сияют так ужасно? Свет наших звезд покинул ее. Она слепа. Не приближайся к ней, понял? Мел здесь ради ее же собственного блага. И нашего. Добрые эльфы. Прекрасные глазки. Прекрасные руки. Смегал не хотел кусаться. Я в этом уверен. Вы его выпустили? Волшебник велел. Он по-прежнему кусается? Он горячо поклялся, что больше не будет. Пойдем, Смегал. Не пугай, Нелдис. Смегал хороший. Дети опять стащили умел еду. Ладно, я с этим разберусь. Лалит, что он здесь делает? Волшебник велел. Последите за ним, часок, пожалуйста, хорошо? Что, мы? Мы должны поговорить с королем. А ты жди наше возвращение здесь и веди себя как следует. И дайте ему утонуть в реке. Ищите путь для побега. Я не понимаю, зачем нужна альфийская речь, если нет ее перевода. Думаю, это Голум. Почему Ламан и Лалит не хотят пускать его к воде? Они намекают, чтобы я туда и ушел. Помнишь тех заключенных? Их невероятный побег. Вниз по течению, да. А вверх. Горную тропу. Это очень длинный подъем. И по реке тащится долго. Он же не будет это есть. Что это за игра? Прелесть. Во что они играют? Прелесть? Мы уже настолько близкие друзья? Это игра, где нужна концентрация, а ты не дашь сконцентрироваться. А можно Смегл сыграть? Нельзя. Правил слишком много, а тебя слишком мало. Иди поешь папоротника и подрасти немного. Тогда мы, может, и передумаем. Булет на эльфийском. Это очень длинный подъем, и по реке тащится. Долго сомневаюсь, что он вообще умеет плавать. Горная тропа. Плавать. Что он там бормочет? Обдумывает способы убить нас. И ходить-то собираешься? Я бы уже пошел, если бы ты дала мне время подумать. Думай, сколько хочешь. Что он делает? Бабочка. Ничего себе, он словно белка. Ты поранишься? Ну, в этом я сильно сомневаюсь. То есть, они даже не пытаются меня остановить, хотя им сказали за мной последить. Ну ладно, это эльфы. Эй, осторожно. Мы не хотели. Правда, прелесть? И я просто ухожу от них. Серьезно? В этом был план? Может быть, в этом и был план, чтобы привести... Чтобы я сбежал, а потом они за мной проследовали, и я привел их туда-куда им нужно. Так. Угу. Наконец-то красивые места, блин. Есть на что посмотреть, чем полюбоваться. Боже мой, как же. Пол игры этого кошмара. Просто страдания и отвратительные орки. Ужас. Пол игры побега. Найдите выход. Ну, давайте. Постоянно, кстати, вот эти фризы, если вы не понимаете, почему у меня камера улетает иногда в небо. Это просто фриза игры. Ага. Слишком сильные, чтобы играть в нашу маленькую игру. Надо держаться в тени. Грозные глаза не должны нас увидеть. Да, их нельзя убивать. Это еще в гайде к игре было написано. Ну, написано, их нельзя убивать только потому, что они слишком сильные, а не потому, что... Черт возьми, зачем убивать эльфов, которые живут сотни лет. Отвлекся только один. Хм, ничего. Да-да-да, просто ветер. Эльфы же такие глупые. Вот у меня один вопрос. А вот если бы без этой озвучки было, что бы? Они не говорили по-эльфийски, они говорили бы по-английски. У меня сейчас включена озвучка именно на Синдорине. Но я думал, что они вместо английского будут говорить на Синдоринском, и... Это будет все переведено на английский. Вика слишком буйная. Может, она спокойно выше по течению? Боже мой. Все пролагало. Ой-ой-ой, тут тоже эльф. Еще эльфы. Здесь река кажется спокойнее. Ой, голым помоется. Зачем они записывали столько эльфийского, если не написали к нему перевод? На кой хрен? А, здесь можно спрятаться. Мне же хочется знать, о чем они говорят, а не просто так. Странно. О, кстати. Осторожней, нельзя поскользнуться и упасть. Внизу сильное течение. Слишком сильное. Ой, как красиво. Ну, наконец-то можно кайфануть. И куда мне? Ух. Ну, как-то так. Я так понял, это альтернативный вариант обхода. Этот тоннель на другом конце. Может, река течет наружу? Видишь, прелесть. Выше по течению река не такая буйная. Угу. Вот этот большой зал. И что, и все? Это все, что нам показали? Спасибо. Значит, дальше крутись, как хочешь. А, я тебя понял, я тебя понял. Угу. Полезли. Слишком здесь лагает, и даже на 40-90 у меня не вытягивает. Игра. Трассировка лучей, поэтому... Сейчас я трассировку лучей отключил. И остальное стоит так же. Так. И значит, мы, наверное, туда куда-нибудь. Ой, ой, ой. Почему ты так делаешь? Взял, вылез обратно. Как это получается у игры, я не знаю. Ага, вот сюда под стол. Так. Давай-ка я съем, не? Ага, хорошо. Потом еще грибочек возьму. Блин, там охранник. Может сюда? Нет, подожди, а куда тогда? Так, ну. Нет, к нему не вариант. Значит, может быть, все-таки сюда? Ага, да-да-да. Смотри, у меня сохранилось. Блин, а что они? На меня смотрят. Типа меня не видно, да? Ага. Типа вы меня не видите. Давайте притворимся, что вы меня не видите. Там вообще-то еще один. А что делать? Так, секунду. Куча, куча вообще этих ребят. Наверное, надо просто в воду, а потом... Да-да-да, вот так. Вот так поплыли, поплыли, поплыли. Поплыли. Он как-то сам вынырнул. Ладно. Ага. Так, сидим здесь. Какая вода здесь прекрасная, конечно. После всего этого уручего дерьма. Так, поплыли. Ага, ага. Я уж не знаю, правильно я тут неправильно плыву. Да и туда ли мне вообще надо. Так. По-моему, мне не сюда. Мне надо... Куда? Понять бы. Камера не должна опускаться под воду. Как же я тогда наверх должен смотреть? То есть вы предлагаете ими назад вернуться? Так, сюда. Только не выныривай, не выныривай. Не выныривай раньше времени. Ух ты. Я бы взял эту штуку, да нельзя, видимо. Подожди. Терпи. Всплыли. Всплыли, всплыли. Но он не кверху брюхом. Вроде здесь. Так, а дальше что? Дальше вы мне предлагаете идти туда куда-то. А потом вон туда наверх. Наверх? Точно. А мне вообще надо от них прятаться? Что-то, по-моему, они меня особо-то и не ищут. Ну нет, надо, надо. Чувствую, что я здесь уже был. Ладно. Нет, не был. Ага. Вот, значит, куда мне. Нет. Прекрасно. Это большая проблема. Это одновременно и хорошо, что он далеко прыгает. И плохо, потому что... А как я должен вот этим управлять? Серьезно, ну как я должен этим управлять? Он просто берет и выпрыгивает. Перепрыгивает. Так, еще раз. Еще раз. Вот что он делает. Он... Боже. Это... Это издевательство. О, о, подожди, подожди, подожди. Давай вот здесь вылезем просто вот так, да. Ага, все, отлично. Мы не сможем здесь плавать, так? Нет. А. Ну не настолько же мы не сможем здесь плавать, чтобы умирать при касании воду. Блин. Так. Так, отдохнем. Кстати, фризы не исчезают при снижении графики, так что... Никакое отключение трассировки не помогает справиться. Давай. А, о, 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 подожди. А как же лучше-то? Как же лучше-то, подожди. Ну вот так, да? И все? Нет, смерть. Ха-ха-ха-ха. Эм. О! Хорош. Ага. Прекрасно. Что ты делаешь? Я не понимаю, как это работает. Ага, ага. Просто откроем дверь, клик-клак, откроем дверь и уйдем. Маленький голум не умеет плавать, да? Он нас слепит, нас слепит. Так, ладно, а из туда. Хорош. Ага. 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 Есть. Ну, и... А, то есть мы должны обязательно перепрыгнуть. Подожди, 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 подожди. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Ой, это чувствую что-то дополнительное. Рыбные косточки. Одни кости, а милой рыбки нет. Ээээ, это плохо. Что? Как я должен? И зачем это нужно? Нет! Я не понял. Эээ, так. Господи. Так, да? В этом был смысл. Ладно. Эээ, о-о-о-о-о. То есть надо прыгнуть на ту стену. Сюда? Я что-то сильно сомневаюсь в этом. Хотя вот, да, вот туда надо бы. Хорош. Все, мы почти вылезли. Так, а потом куда? Просто наверх. Нет. Нет, нет, нет. А теперь куда? Назад, что ли? Вот туда? Точно туда? Ну это же вниз. Ну может быть тут какой-то хитрый план? Ага. Да, есть в этом план. Вот. А это уже дело. Вот и мы. Ой, красиво, красиво, красиво. Где нам пересечь реку? Гадкий свет. Ничего не видно. Слышишь? Птичка. Хорошая птичка. Она нас нашла. Она где-то там, наверху. Вот так вот даже. Ну-ка, сейчас попробую трассировочку включить. Вот, хорошо. Хорошо. И вроде даже не лагает. Там просто была какая-то область плохая. С теми эльфами. А тут прям, ой, 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 красиво. Ну хорошие места сделали. Че с этого игру не начать было? У меня было бы совсем другие впечатления. Ну, просто люблю я это. Ну, я не знаю, кто особо любит всякие места типа Барадура с железом, орками, грязью, вот этим всем дерьмом, серыми текстурами, коричневыми. Мы возвращаемся к Эльфу, к Творцу Эльфов. Другого пути нет. На гадских эльфов не видно. Че сразу гадких? Сначала наверх, потом снова вниз. Придется обойти. Здесь мне, конечно, нравится. Здесь можно и полюбоваться, и побегать. Смотреться хотя бы. Потому что там осматриваться вообще не хотелось. Ну-ка, давай повыше, че-то. Сюда. Ага. Ой. Идем, пора уходить. Рыбка. 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 А где здесь оказалась рыбка? Смотри, кого я поймал. Это лиса? Скорее, крыса. Мы же тебе говорили, мы все видим. Теперь поднимайся. Блин. Ну вот. Прогулялся хотя бы. А че, рыбку я не съем, да? Поднимайся, тебе некуда идти. Смеггл не пытался сбежать, он просто пошел поплавать и заблудился. Видишь ту стену из тумана? Под дальними деревьями? Мы называем ее кольцом тумана. Туман? Туман настолько плотный, что ничего не видно дальше пяти шагов. Он обманывает разум, словно кривое, обладающее волей зеркало. До тех пор, пока ты не заблудишься окончательно. И сколько бы ты ни пытался, сколько бы ни прошел, рано или поздно все пути приведут тебя обратно к нам. Поскольку никто не может пройти или покинуть наше королевство без разрешения. А потому нам еще долго придется терпеть друг друга. Гэндальф Серый убедил нашего короля позволить тебе остаться в его чертогах. Кое ты сейчас и увидишь. Пойдем. А, то есть они здесь были на самом деле, но... Блин, они типа не появились до этого. Господи, какой баг. Птичка! Птичка! Птичка должна помочь! Жестокие эльфсы поймали нас. Противные создания. Птичка должна кого-нибудь найти. Кого угодно. Скорее! Лети! 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 Это все камень, прелесть. Целое дерево из камня. Пошли, Смегл. Король-эльф создал эту стену тумана? Племянник короля. Гвендел. Наш гениальный сородич, мастер заклятий и головоломок. Но его с нами нет. Не кусаться, не воровать, не прятаться. Ты понял? Смегл поклялся очень-очень хорошо себя вести. Я трону, ты тоже? Очень теплые слова. Вот даже ушел этот мастер загадок. Произошла трагедия, погубившая его и всех его учеников. Всех, кроме одного. Трагедия? Почему бы тебе не расспросить слепое дитя в ее покоях? Почему ее? Потому что это ей удалось выжить. Но не дай ей запудрить тебе мозги, ей нельзя доверять. Она обманщица, да? Поэтому король ее запер? Мел не в заключении. Она находится там для лечения. И для того, чтобы не попыталась уйти. Зачем слепой эльфийке сбегать? Потому что надежда коварная вещь. Она верит, что Гвенделл все еще жив. Довольна на сегодня историй. Меня мучает жажда, а твоя компания весьма утомительна. Сколько эльфов. И все смотрят на тебя? Поэтому побольше радости. Не трогай рыбу в озере. Что теперь, прелесть? Слепая эльфийка. Они говорят, ей много известно. А еще они говорят, что ей нельзя верить. Но эльфсы лживы. Нужно убедиться самим. Вот. Теперь мы что-то с этой эльфийкой будем делать. Подвалы. Слепая эльфийка опасна, так они говорят. Да, хитрые эльфсы. Но враг нашего врага. Наш друг. Возможно. Нужно оставаться хорошими, мой милый. Теперь почти бесполезно, но кто знает. Она дома? Да, странная эльфийка. Мы слышим ее дыхание. Ты тот заключенный, который забавно разговаривает. Не забавно. И забавно пахнет. Как тебя зовут? Смягл. Смягл. Странное имя. Это она странная. Так мне все и говорят. Тогда, предлагая уговор, мы оставляем друг друга в покое и продолжаем наслаждаться своими странностями и одиночеством. Что скажешь? Мы согласны. Она странная, а она нам не нравится. Приятно было пообщаться с Мягл. Мы не говорим. Мы говорим нормально. Найдите способ поговорить со слепым эльфом. Что, еще один? Ну, пойдемте. Тут. Это же моя камера, боже мой. А я и не признал. Так, а мы сюда пришли. Оттуда. А это что? А. Что это? Фигурка животного. Ну, что ж ты будешь делать-то? Красные жители вырезают красивые фигурки для детей. Очень милые. Ты снова здесь? Похоже, в следующий раз нам придется тщательнее следить за тобой. Смегл просто хотел смыть грязь в реке. Которую мы, кажется, запретили тебе подходить. Ну вот. Что вы хотели? Чтобы Смегл продолжал вонять? Из вращуги. Это выход отсюда, мне явно не сюда. Так. Вопрос, куда мне? Наверное, с этим... Понятно, мне сюда нельзя. А это что? А, ну вот. Вот так. Ты в следующий раз, я просто наступлю на тебя, и все. Осторожнее, прелесть. Не верь ей. Возвращайся к своей паутине, сестра. Не навещай меня. Я сама к тебе приду. Кто там? Жестокие эльфы делают нам больно. Мы не можем здесь пройти. Вот и хорошо, оставь меня в покое. Поговорите с поварихой? Что это? Что это? Не знаю. Серьезно, что это? Какие заклинания не делают больно ушам? Почему я все еще тебя слышу? Она не станет с нами разговаривать. Нужно найти другой путь. Быть хорошим и дружелюбным. Какая повариха. А, вот же она. Ты меня напугал. Что это, моя прелесть? Это вкусно? Ты проголодался, да? Милый и добрый эльфы разрешили с Мегалу ходить по их прекрасным чертогам. И нам интересно, почему слепая не может ходить так же свободно. Да, бедная девочка. Она состояла в группе Гвенделла. Мастера загадок? Нашего гениального сородича. Он со своими учениками пытался защитить наше королевство при помощи заклинаний, но Лихолесия поглотила их всех. Милый единственный, кому удалось вернуться. Ослепленный, избитый из толку, но живой. Что за тьма коснулась ее, она не ведает. Или не хочет говорить. Но она винит себя в том, что случилось с ее друзьями. А король лично отправил ее в пещеру, на которую наложил заклинания, запечатывающие тьму. Может быть, ты мог бы относить ей еду время от времени. Дети все время воруют ее пищу. Бери все, что хочешь, просто оставь еду на столике у ее окна. Только не разговаривай с ней. Ага. Да, не лучшее вино. Не бери его много. И все, только и... Блин. Я взял... Почему я взял только вино? Я думал, можно набрать много всего разного. Ну ладно. Слепая эльфийка, Смягл принес еду. Как она, блин, будет это наливать? Может, она не голодная? Хорошая еда, да. И новости. У нас есть новости. Новости о чем? Новости о Мастере Загадок. Да, о том, кого считает мертвым, но это не так. Но, возможно, слепая эльфийка не хочет этого знать. Да, наверное, не хочет. Давай уйдем, мы хорошие. Не будем надоедать ей скучными историями. Кто? Кто видел Гвенделла? Она что-то сказала? Кто видел Гвенделла? А, эти добрые эльфы не сказали, Смягл. Они же не могли нам представиться, правда? Нет, только не нам. Но мы слышим, слышим, как они шепчутся. Они видели Мастера Загадок, да, в лицу. За страшным туманом, если только им можно верить. За туманом? Добрый Смягл был бы рад помочь бедной слепой эльфийке. Но мы не можем пройти через этот туман, так сказали эльфы. Сложно, да. А если бы ты смог пройти через туман, что бы ты сделал? Если бы мы смогли, мой милый. Хороший вопрос. Если бы смогли, конечно. Да, конечно, мы могли бы пойти найти ее друга, Мастера Загадок. Спасибо за вино, Смягл. Спустя несколько дней. Что он делает? Смотрит, думает, замышляет что-то? Или просто грызет ногти? Трудно сказать. Смягл, спускайся, тебе пора есть рыбу. Ну, пойдем. Хорошая рыбка, хорошие эльфы. Хороший Смягл. Возьми что-нибудь для Мел. Так. Подожди. Пошли на кухню, возьмем что-нибудь. Что мы принесем сегодня, слепой? Сырая рыба. Травы. Ну, явно, и бы хотелось... Как это вообще можно есть? Как у него много приятных слов сегодня. Не могу сказать. Хотя бы Мел будет с кем поговорить. Мучиться над ее загадками. Принес фрукты, ее любимые. Вина нет? Что ж, может оно и к лучшему. Сегодня у меня для тебя есть подарок. Таракушку, улитки у меня на столе. Положи ее в рот. Дамик улитки? Зачем? Ты так и не нашел пропавший колокольчик? Или уже нашел? Смегл пытался. Нет серебряного колокольчика, нигде нет. Ты не искал в покоях короля, как я тебе сказала? Там слишком много глаз, жестоких сверкающих глаз, они всегда смотрят. Ну и молодцы. Возьми ракушку, не волнуйся, в ней просто вода. С серебряной колокольчиком. Он разобьет проклятие, что держит ее во тьме? Ты всегда должен спрашивать по три раза, да? Таков обычай твоего племени, обитателей обжигающих холмов. Мы не с обжигающих холмов. На двери не хватает одного колокольчика, верни его на место, и заклинание рассеется. И слепая сможет уйти. Ты поможешь мне, я помогу тебе, таково обещание. Почему Смегл должен пить? Они предупреждали тебя обо мне, ведь так? Я должна быть уверена, что ты доверяешь мне. Эй, это просто вода. Есть какие-нибудь новости о нем? О мастере загадок? Только слухи, мимолетные слова. Вот, мы все выпили. Молодец. Теперь вода соединяет нас. Соединяет нас? Если я ни в чем не ошиблась, давай попробуем. Только вода сказала. Это просто вода. И это была просто вода. Теперь иди к пруду с каменным деревом. Жди там и слушай мой голос. Ее голос? Если кто-то что-то понимает, поднимите руку. Во-первых, я не понял, в какой момент она попросила его... Умыл пруду с каменным деревом. В какой момент она попросила его... Попросила принести колокольчик. Так, я не понимаю. Липа, может быть? Время пропало. Липа, нет. Так. Куда-куда-то. Снова Мэл? Что вы там замышляете? Просто разговариваем. Нехорошо быть одной все время. Нехорошо. Ты лучше будь с ней поосторожнее. Что это значит? Вода соединяет нас. Она обманывает нас. Она говорит идти к пруду. Слушай мой голос. Что за новые эльфийские фокусы? Ну ладно, это мы еще узнаем. Я слышал, вы с Мэл понемногу становитесь друзьями. Это хорошо. Всех ее друзей больше нет, так что может быть она освободит нас от твоей компании? Не слушай их, мой милый. Она, конечно, скажет, что все было не так, но спроси Гвенделла, что он сейчас думает о Мэл. Мастера загадок. Но эльфы сказали, что он умер, и все его друзья тоже. О том и речь. Угу, угу, угу. Вообще нелогично. Пошел нафиг. Я слышу, как ты дышишь. Она у нас в голове. Не пугайся. Ты еще там? Нет, нет, пусть прекратит. Успокойся. Пусть прекратит. Успокойся и послушай меня. Покое короля ведет еще один путь. Более тайный. Шшшш. Повсюду эльфы. И все, что они слышат, это то, как ты шикаешь сам на себя. Теперь слушай. Высоко над водопадами королевы есть пещера с сотнями огней. Мы называем ее Сверкающий Грот, ты видишь? Однажды королеве приснился водный путь, полный звезд, соединяющий водопады с ее покоями. Она не дожила и не смогла увидеть его, однако этот грот и правда ведет прямо к порогу королевских покоев. Эльфы не пустят нас туда. Так много правил. Нам же наплевать на правила, ведь так? Там, в воде, я буду с тобой. Неметесь незамеченными к водопадам королевы. Опять сам с собой разговариваешь? Оставь нас в покое. Почему они все не оставят нас в покое? Извини. Так, подожди. Вон туда, наверное. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нет, опять ты. Если бы эльфы отпустили, меня бы давно здесь не было. Мне нравится это твое... Не было. Эта дверь, она закрыта. Вот и все. Эльфы такие вежливые, Смегл просто пытается быть дружелюбным. Что-то у него не особо выходит. Продолжение следует... Нам не нравится этот план, да? Что если эльфы правы? Вдруг она это зло? Ну что, для них зло может быть... Добром для нас. Эльфсы не должны нас учуять. Так, здесь стелсин, да? Не знаю. Давай стелсить на всякий. Камушки у нас есть, целых пять. Камушки у нас есть, целых пять. Ой. Жди, тетя, жди. Давай. Так, подожди. Ага, смотри, у нас есть стол. Можно под столом пролезть. Ага, вот так. Ага, вот. Да, идеально. И вот сюда. Отлично. Так, теперь... Опа. Опа. Хорош. Как далеко еще лезть? Намного дальше, мой хороший. Ом. Давай. Отлично. Так. Наверх. Отлично. Смеккл. Нет. Не говори, только слушай. Подними голову, ты должен увидеть две маленькие башенки. Одна слева, другая справа. На каждой из башен колокол звук творит красоту и заклинание водопадов, призывает дух реки, или укращает его. А река приведет тебя прямиком к гроту. Лифика, хочешь, чтобы мы позвонили в колокольчике? Звони в колокольчике. Так. Ага. Ну там я... Допрыгнули. Не уверен. На. Нет, не допрыгиваю я. Да то водичка-то какая! У-у-у! 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 Заперто! А если здесь? У-у-у! У нас есть вот здесь вот растения. Но они не приведут никуда, мне кажется. Хотя нет, приведут. Давай-ка попробуем. Ха-ха-ха! Эпс! Дубль два. Есть. Оп. 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 Хорошо. Вот и башенка. Ага. Кстати, зачастую я отпрыгиваю от стены не кнопкой F, типа прыгнуть назад. Так. Сюда. Сюда. Спокойно, спокойно, спокойно. Ага. Здесь даже ничего нету. Как они сами сюда забираются? Ну все, Uncharted начался, наконец-то. Я уже соскучился. О! Красиво. Вот так. Слишком громко. Смотри на воду, прелесть. Ага, теперь можно залезть... Значит... А я могу спрыгнуть отсюда? Давай еще попробуем. Кино, дай, дай! Ты... Ууууух! Ты просто спрыгнул, а ты дерзкий. Мне нравится. Хо-хо-хо-хо. Наверх, наверх! Итак, в нашем плане есть один небольшой изъян. Сверкающий грот слишком длинный, чтобы по нему можно было пробраться нелеску и утонуть. Тогда зачем она послала нас туда? К счастью, я знаю средство, которое с этим поможет. К несчастью, это средство находится в покое Гвендела, а дверь в них защищена заклинанием. У эльфов много волшебных дверей. Не волнуйся, я тебе помогу. Мы не хотим, чтобы она помогала, мы хотим, чтобы она исчезла. Мы поднялись к другому пруду. Хорошо, теперь ты уже совсем рядом с покоями Гвендела. Тебе нравятся загадки? Мы во второй башне. Тебе нечего там делать покой Гвендела на противоположной стороне. Тебе нравятся загадки? Тебе нравятся загадки? Загадки глупые, правда прелесть? Кто тебе это сказал? Мы должны поиграть с тобой как-нибудь в одну старую игру. Опасные у вас игры могут быть, господа. Нашел? Молодец, но не открывай пока дверь. Она не очень-то дружелюбная. Это значит дружелюбная дверь, прелесть. Дружелюбная дверь не будет вредить незваным гостям? Не дружелюбным. Тем, кого не хочет видеть. Дверь может сделать нам больно? Рядом с дверью должна быть свеча. Дунь на нее. Но свеча уже погасла. Дуй. Одна из дурацких идей Гвендела. Теперь дверь дружелюбная? Есть лишь один способ узнать. Мэл? Мэл? Ее нет. Рядом нет воды. Наверх. Ха-ха-ха. Эльфы сделаны из дерева. Вот это мастер загадок? Скульптура? Да, это его изображение. Или вроде того. Он эту скульптуру так и не закончил. И плохо, неплохо. Какая-то одежда и еще записка на бумаге. Что там говорится? Ты не умеешь читать, да? Да, нельфийские знаки нет. А можно было соврать, забавно. Здесь паутины много. Тут же что-то есть, нет? Это просто пыль? Ясно. Старое эльфийское вино. Хм. Я помню ту ночь. Хм. Подождите, мне надо еще выше. Нет, не вниз. Наоборот. Наверх. Ага. Господи, как они вообще здесь ориентировались? Мы в покоях злобного мастера загадок. Злобный. Такое короткое слово, и как легко оно скатывается с твоего языка. Ищи большую речную раковину. Она где-то спрятана посреди всего беспорядка в покое Гвенделла. Раковина? Как раковина может нам помочь попасть к королю? Раковина нет. А вот то, что в ней может помочь. А что в раковине? Воздух. Эльфийка смеется над нами. Найди ее, потом я покажу тебе. Ну там какая-то эльфийская магия, чё не догоняешь? Мастер загадок был другом Мел? Единственное, мы часто изобретали вместе новые заклинания. Вроде тумана? Да, вроде тумана. Объединить воздух и воду, вот какая у нас была мечта. Однажды я попыталась доплыть низ по реке до самого моря, а он сопровождал меня. А что случилось? У нас не вышло. Что это прелесть? Злобное дерево? Переверни его. Перевернуть? Вверх ногами. Это какой-то фокус? Тебе понравится, переворачивай. А, лица. Нет, пусть они исчезнут. Как с тобой скучно. Лицо. Когда я увижу здесь лицо, обязательно вам сообщу. Здесь нет раковин. Ты искал над входом? Ох, много пыли. Наверное, первый, кто сюда вошел за последние три года. Никто больше не может открыть дверь? Гвенделл не любил делиться своими секретами. Но с Мел делился. Да, делился. Теперь, возможно, куда-то сюда. В чем-то мне так кажется. Или нет? Ой. Что тут так? Не пойми, что вообще. Какие-то лабиринты. Ага, ага. Картина. Неплохо. Ай, блин, опять я здесь. Все равно ничего. Вещи антресоли наверху. Он обычно складывал там всякие вещи. А, наверху. Это мне уже нравится. А здесь зачем? Что это? Ну, а может залезем? Баггин сносил такие на животе. Смешные штучки. Хех, пуговица. Эм. Эм. Так, ты хочешь сказать, что мне нужно. Ага. Не живо и не мертво. Спит на мягком дне речном. Прочный шлем без головы, яркий камешек внутри. Раковина. Видишь? Мы с тобой уже хорошая команда. Теперь винись к водопадам, и я научу тебя. Ладненько. Ауч. Ничего страшного. Жить вообще больно. Ну что, а король знает про Гвендела, что он жив? Король с нами не говорит. Ты бы не стал мне врать, правда? Мы же ей помогаем, ведь так? Добрые эльфы всегда судят, делают больно. Называют нас по-всякому, но смягол. Все стерпит. Что он получит за то, что она из злобного мастера загадок? Гвендел, ты можешь назвать его имя. Осторожно. Не знаю. Так. Так. Вторая башня. Класс. Там внизу, как красиво. Ммм. Оп. Не туда. Злобные звуки. Угу. Ну что же, еще один мега прыжок. Будь осторожен. Есть один ручей, спускающийся с южных гор. Холодный, недобрый поток, несущийся по западным границам нашего королевства. Там мы и создали наше кольцо тумана, мастер загадок, его ученики и я. Там, у потока, за старой колокольней, мы закрыли последнюю брешь. А я потеряла свет в своих глазах. Так скажи мне, кто такой Диггл? Диггл? Ты можешь мне сказать. Однако Гвендел оставил заклинание, позволяющее вновь открыть ее, на случай, если вдруг нам захочется уйти незамеченными. Мне так хочется этого сейчас, помоги мне уйти. А это брешь? Да, я могу ее открыть, но мне понадобятся твои глаза. У Смегла хорошие и острые глаза. Бедная эльфийка, откуда она знает про Диггла? Кое-что услышала, кое-что подслушала. Когда волшебник рассказывал. Я слышал, он сказал, что Диггл умер от твоей руки. Ложь, волшебник лгал, мы клянемся. Он утонул, утонул в реке, Диггл утонул, очень давно. Он был твоим другом? Единственным другом. Смегл теперь даже не помнит его лица. Мне очень жаль. Бедная эльфийка, всегда одна во тьме. Но с Меглой не все равно. Я отблагодарю тебя за это. Ой-ой-ой. Я поздно начал лезть. Ну, тут либо я успеваю, либо я не успеваю, что тут прям идеально. Сверкающий грот, мы здесь. Молодец. Теперь возьми раковину Гвенделла и положи ее под язык. И сможешь дышать под водой, как рыба. Но рыба не дышит. Не дышит, но живет она как смерть, нема и холодна. Это просто детская песенка. Дышать, как рыба. Значит, ты знаешь старую рыбацкую песню. Не пьет, хотя в воде сидит. В кольчуге, хоть и не звенит. Давненько я эту песенку не слышала. Должно быть, ты уже близко. Ммм, какая водичка. Не забудь отдышаться. Заклинание Гвенделла должно быть уже рассеялось. Очень красиво. Я наслаждаюсь. Наконец-то. Здесь не пройти. Ой, ну здесь прям вообще. Бомбезно. Ладненько, друзья, давайте мы на этом остановимся. И продолжим уже в следующей серии. Очень-очень-очень красивое место. Я думаю, у нас моя глава подходит к концу. Но не знаю, не знаю, не знаю. На этом у меня все. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Все ссылки под видео. С вами был Гедон. Всем мира. И до следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok